Первая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой стильной девушки Я открыла этот секрет вам! Ой, ну это я вообще была в ударе Топ-3 моих любимых косух Кепка всему голова Мой дедушка в таком тоже ходил, когда я была маленькая Кежуал бизнес леди Сюда шоппер тоже очень классно подойдет Просто выпейте шампанского и посмотрите всю серию сначала Привет всем, вы на канале Будь Годс Это наше уже лобное место, место встречи Я очень часто получаю комплименты, что у меня есть какой-то определенный неповторимый стиль Поэтому сегодня я расскажу именно о тех мастхевах, которые делают меня уникальной И вы увидите, что это совершенно не уникальные вещи Я покажу, как самые простые аксессуары могут ушикарнить ваш образ и сделать его неповторимым Что каждый самый обычный простой лук можно превратить в супер-супер-супер-супер Это от Мартины было Супер-супер-супер-супер стильный образ Как думаешь, сколько будет луков сегодня? Я планировала 6 Если вам кажется, что в моем гардеробе много одежды, то вам не кажется Но знаете, у кого больше? У моего персонажа фокер-стайлер Мою девчонку зовут Энджи Так, дресс-код белый топ Ну, конечно, я выберу свою любимую белую футболку Окей, лейдиз! Она у меня клевая Это модное PvP-приложение Вы можете его скачать на платформе iOS или Android И посоревноваться со мной Кто моднее? Нет, я бы, наверное, вот так надела И белые лодочки, например Игра заключается в том, чтобы одевать своего персонажа очень красиво Ходить на мероприятия и соревноваться с другими персонажами Кто же моднее? Сейчас локдаун, мероприятий нет Одеваться красиво нет смысла Поэтому я развлекаюсь виртуально Упс, кто моднее? Мартина, а как тебя найти? Присоединяйтесь к игре Голосуйте за внешность и стиль персонажей Продвигайтесь по лестнице светских львиц И становитесь самым модным инфлюенсером Ну что, возьмем мир моды штурмом? Ну что, ей нужна еще косуха? И она будет просто хорошо Есть Первая вещь, которая должна быть в гардеробе каждой стильной девушки Это, конечно, косуха Я вам сейчас покажу идеальную косуху У меня их очень много Можно сюда тоже показать? Вот там вот у меня Вот там у меня тоже косухи Фирменная фраза Мне нравится ими обладать Итак, косухи бывают Бывают удлиненные Эту, кстати, я купила не так дорого Если честно, когда я ее покупала Я ее покупала на Асос Мне очень понравилось, что у нее есть утеплитель Ее можно одевать на прохладную погоду Одеваешь худи Одеваешь сверху косуху Закрывает поясницу Но когда она пришла, я увидела вот это Я не знаю Просто я когда заказывала, я не перелистала фотографии Она мне настолько понравилась Это был ночной шопинг Я не знаю, девчонки, вы страдаете этим Когда уже ложишься Ты вроде как хочешь уже уснуть Но думаешь Я одним глазком просто посмотрю И начинаешь все-все-все заказывать Утром просыпаешься и думаешь Блин, нафиг вообще Но как бы уже назад дороги нет Деньги с карты списались Поэтому я обладатель вот этой вот клевой косухи Она очень хорошо сидит стильно Но единственное Хожу я только передом А если нужно к кому-то повернуться задом То я вот так Такая, знаешь, вдоль стеночки Но все не так плохо Но при этом это такая грубая байкерская Жесткая косуха В ней есть свой шик Еще одна классическая посадка Но это на этот раз она уже будет укороченная И мне кажется, это самая-самая-самая древняя косуха Я ее купила, когда работала в Нью-Йорке Одной из первых У меня есть такие две вещи, которые я люблю очень Это зимний бомбер Бербери И эта косуха Бербери Она укороченная Она из сжатой такой со стариной кожи Она такой вот и была Я помню одно время, она мне была мала Я была такая Женщина А сейчас хорошо сидит Вот классная косуха, которая с заклепками дополнительными И видите, у нее нестандартный воротник Он со стоечкой Это была очень древняя, это уже старая коллекция Сент-Лоран Вот, эту косуху я носила очень много Вот она мне прям очень нравилась Ну и если уже говорить про заклепки В моем гардеробе есть вот такие вот Тяжелые, байкерские, наверное, даже рок-вещи Надевала ли я эту косуху? Нет, я ее купила моя подруга Женек, привет Это старый-старый-старый бальман А ты подумала, вдруг я когда-то буду девушкой рокера Куплю себе косуху? На всякий случай Да Но рокеры уже не те, знаешь ли Косухи не уважают? Да, косухи не уважают Сейчас рокеры ходят в вансах И в общем А ты откуда знаешь? А у нас что, 200 тысяч, чтобы я тебе отвечала на подобные вопросы? Ой Будет 200, поговорим Ну, это ту матч, честно Если вам нужна одна косуха Вот такую вот не берите Ой, ну это я вообще была в ударе Это мне казалось, что я обязательно должна быть девушкой Только уже не рокера, а точно байкера Не знаю, о чем я думала Это я никогда не надевала Жилет звуковика нет? Марк, тебе не нужен? Давай, розыгрыш Розыгрыш, ты выиграл! Так, что у нас здесь? Ты помнишь эту моду? Когда было модно, чтобы сзади висела лапша Это фейс коннекшн из супер мягкой кожи Вызывала у меня дикий восторг Я ее очень много носила С казаками, под платье, под джинсы Не знаю, она мне нравится Сейчас я ее не ношу, но она мне действительно нравится Идеальная посадка, хорошие плечи Но это опять-таки, это не базовый вариант Это не та вещь, в которой вы будете ходить ежедневно Итак, топ-3 моих любимых косух Безусловно, одна из самых-самых-самых идеальных косух Это Сент-Лоран Они знают в этом толк Этой косухе, наверное, лет во-о-о-о Семь Лет семь Это вот как раз я родила сына И купила эту косуху в первую свою поездку в Париж Выглядит она идеально Сказать, сколько она объездила Она побывала вообще, мне кажется, в половине странах всего мира Потому что это моя базовая вещь Она очень хорошо сворачивается Очень классно укладывается в чемодан И при этом держит форму без загибов, без заломов Я ее ни разу не сдавала даже на восстановление кожи Размер это мой Просто у них действительно у Сент-Лоран женский Я с метра восемьдесят один У них женская линия Она немножечко коротковата Но на этот случай у меня, конечно же, есть мужская Что может быть лучше мужской косухи? Поэтому она будет сидеть сейчас на мне идеально Поскольку Сент-Лоран для мужчин тоже шьет достаточно маленькие такие вещи Это мужская косуха Сент-Лоран Их классика только выполнена с черными замками Теперь я поняла, почему она так круто сидит Потому что мужская Потому что мужская, да А я думала, где ты такую нарыла с черными замками? Первое место, по мнению Мартины Макеевой Это самый обычный классический крой Но здесь нет вот этого ремня, который телепается во всех классических косухах Ну то есть они его все-таки немножечко модернизировали Вот такая косуха может быть ваша Она может быть масс-маркет, она может быть дизайнерская Она может быть одна Я знаю, что некоторые там от Эдге по коже снимают один-додин из Соларански Ну и отлично Когда вы хотите слезать какую-то вещь не базовую А ходить в откровенной подделке Это один разговор Когда вы просто то, что не можете себе позволить Ну вот, допустим, просто кожаную куртку Просто идеально сложенную То в этом нет ничего такого, чтобы пошить на заказ или найти аналог Итак, это пусть будет первый базовый лук Черные брюки, белая базовая футболка Я взяла сейчас размер S для того, чтобы она сидела достаточно плотно Относительно всех других Классическая косуха, лоферы, белые носки Да, мне нравится этот акцент Если сюда одеть ванс или классический конверс Он может быть в белом, либо в черном цвете Тоже будет не менее круто Сейчас окажется, что с вансами даже круче Очередной вопрос Пишите в комментариях Чем вам больше понравилось В белых носках и лоферах Или же в вансах Что вам ближе Ну, если мы уже затронули верхнюю одежду То, конечно, вторая обязательная вещь В гардеробе каждой модницы Это тренч Тренч может быть любого симпатичного вам оттенка Безусловно, который вам к лицу Длины, кроя, не знаю, ширины плеч Я покажу те, которые есть у меня Давай с самого короткого до самого длинного Сент-Лоран Это классический тренч Средней длины Средней У меня был еще Бербери короткий, но я его продала Идеального цвета Идеальные посадки Давайте я влезу в него Когда я надеваю костюм, лодочки Ну, вот под тренч Вот под этот У меня любимый все-таки лук Такой, знаете, casual business lady Я его не ношу под кроссовки Не ношу его под кеды Мне он больше нравится под лодочки Под какие-то брюки узкие Не обязательно джинсы Но если уже говорить о моде модной То я бы рекомендовала выбирать тренч Более длинный и более объемный Тренч номер два Он более длинный Слушай, мне прямо на каблуках Очень нравится стоять Ладно Под этот тренч я обычно надеваю казаки Он вот такой вот разгильдяйский Максимально Маньяка? Да Тренч маньяка? Ты типа сейчас раскрой Да, да, да Я покажу один из самых своих любимых Это тренч селин Также это еще когда была Фиби Фила у них Главным дизайнером сейчас Они их, по-моему, не производят Но я считаю, что это Было куплено уже, мне кажется Даже после ее ухода И я его обожаю Так, это у меня суперлегкий Без подкладки Темно-синего цвета Красивый золотой пук Красивый золотой пук Знаешь почему? Потому что секонд И это у меня супер длинный Мне кажется, мы его где-то показывали Вок оф шейм Да, он прям в пол Это плащ Гарри Поттера Также есть более классические варианты Черный Просто обычный классический черный Средней длины Если вы видели серию вопрос-ответ А если не видели, обязательно посмотрите На заставке я вот в этом тренче Кожаном Он идеален Ну все, последний заканчиваем Это ватмон Зеленый тренч Ну это прям Мне такое ощущение Что мой дедушка В таком тоже ходил Когда я была маленькая И еще нужен этот Квадратный такой сундучок Помните? Как портфель Портфель, да А вот ты же дедушка был модный? Да, дедушка работал Модно работал И модно одевался Смотрите Кепка всему голова Это такой обязательный аксессуар каждой модницы Ее не обязательно сочетать только исключительно с кедами Или кроссовками Или спортивным луком Очень круто смотрится, когда вы надеваете кепку Под пиджаки, под тренчи, под косухи В общем, вы можете ее надевать Тогда, когда вам нравится Одно единственное ограничение Это, конечно, не коктейльное И не вечернее платье Даже под шубы Кепки смотрятся очень стильно Мои любимые кепки Марк, брось мне все мои кепки любимые Сейчас я вам покажу Они у меня все одинаковые Это бренд называется 42 А, 47, sorry Это бренд 47 Так и называется 47 бренд Мне нравятся они тем, что, во-первых, они мягкие Вот, я очень люблю вот такие вот мягкие кепки С хорошей посадкой У них идеальная длина козырька Они заранее сделаны так, что как будто бы они уже винтажные Видите, цвет выгоревший На самом деле они вот так вот и идут Девушка в ресторанах позволительно не снимает кепки Потому что это все-таки уже как часть образа Вот, поэтому если вдруг голова не свежая, очень выручает Все, бренд я показала 47 бренд И вот такой вот у меня лук И мои новые под меня сшитые Ревикло Так они мне нравятся, этот цвет, мне кажется У меня, кстати, такого цвета нет У меня есть белое, серое, какие-то светло-бежевое Все оттенки синего, черного, серого А вот такие вот у меня впервые Очень редкие Как ни странно, но у меня есть юбки И даже иногда я их надеваю Да, я их ношу крайне редко Но у меня большая коллекция Это все шелк Они у меня в разных цветах К летним мы вернемся немножечко позже Через несколько серий Когда будет актуален летний гардероб Но я уже частично для себя его подготовила Покажу Заванушечка покажу Но вы не знаете, с чем я его носить Вот, а это прекрасные все черные юбки Так, вот черные юбки Так, это я только недавно купила Винс Это более легкая Она на спортивной резинке Ее классно носить как раз под кеды Вот такие вот юбки я ношу В основном либо под кеды Либо под грубые ботинки Так, это у нас юбки Ваня Фролов Они как солнышко Более струящиеся Их классно надевать под свитера Кеды, ботинки и даже лоферы С белыми носками Плюс такой юбки в том, что она очень классно Сочетается с майкой-алкоголичкой С обычной базовой белой футболкой С косухой С оверсайз-жакетом Очень много вариаций, как ее носить И это именно тот вариант, когда Вы не знаете, что надеть У вас нет настроения сегодня Все джинсы сидят хреново Ну вот бывает такое Я из своих 50 пар иногда просто Не в одни, вот мне не нравится, как все Те велики, те малые, те слишком короткие Те слишком длинные Тогда я просто беру юбку Надеваю свитер, худи, рубашку Что угодно Надеваю ботинки и вперед Одна такая юбка должна быть в гардеробе Каждой девушки Завязывайте любого яркого оттенка свитер Поверх вашего пиджака Либо тренча Чаще всего, вы видели, да Я завязываю вот этот вот желтый Потому что было свежо Он еще действует, работает как шарф Я не буду завязывать на звук Я просто приложу Вы делаете вот такой вот узел Этот, наверное, будет уже к весне крупноват Вот так я ходила в прошлой осени У нас осень была затяжная Очень теплая Так, еще вот есть какие-то оттенки розового Мандаринка Этот тренд запустил бренд CELINE Когда они выпустили свитер К которому пришит еще один свитер Многим этот тренд пришелся по душе Некоторые бренды даже пошли дальше Сделали футболки, которые пришиты рукава И они подвязывают, как будто бы у вас уже рубашка на поясе Я остановилась пока только на том, чтобы набрасывать свитер на плечи Ну что же, следующий лук я обыграла шелковую юбку Как я вам и говорила, очень незаменимая базовая вещь И обязательно обратите внимание, как классно она сочетается с обычными конверсами Которые тоже должны быть, по моему мнению, в каждом гардеробе Могут быть высокие, низкие, черные, белые, цветные Все зависит от вашего вкусового предпочтения Я люблю вот эти вот белые И весь тот лук у меня практически черный Вот у меня майка-алкоголичка У меня тут звук Майка-алкоголичка Если я разденусь, я тоже буду достаточно привлекательной И я выбрала оранжевый свитер Скажу честно, это выбрала Мартина Я хотела розовый Вот, я Мартина выбрала оранжевый свитер под этот лук И вот, если вам холодно Она пробежала! Не бей меня! Я все сказала, я сказала правду Ты хочешь розовый мне бросить? Да И типа мы сейчас устроим голосование, чей свитер был лучше? Розовый или оранжевый? Розовый мой любимый цвет Просто я как-то его с тобой не ассоциирую Да? А вот я буду... Он идет не всем Вот знаешь, он такой сложный Ты хочешь уйти с этим свитером просто домой? Вы видели, как она? Он просто идет не всем Ты просто не тот человек, которому идет розовый цвет Я хотела еще сделать акцент на том, что действительно, возможно, не всем будет комфортно в такой юбке Но вы хотите оставить такой небрежный шик У меня в гардеробе есть Сейчас я покажу Вот такие вот клевые шелковые брюки Они могут быть вот такого свободного кроя Их точно так же можно надевать с кедами Эти, кстати, тоже от девочки, которая джинсы шьет А эти, это коллекция-коллаборация Маргариты Мурадовой Привет! Давно не виделись, кстати Нужно пригласить Маргариту к нам в гости Вот, это Маргарита Мурадова с джул И майка на мне тоже джул Юбка на мне бевза Так, этот свитер, это поло И жакет этот я купила на секонд-хенде Ну, просто оторвала Расскажу вам один лайфхак Как вы можете добавить яркий акцент в свой повседневный лук Это могут быть косынки В разных оттенках Банданы Покажу, как я их использую Чаще всего я их либо надеваю на голову Либо вплетаю в плечо косухи Либо использую как пояс У меня вот много разновидностей Кто на меня давно подписан в инстаграм, тот знает Ну, девчонки, а у кого длинные волосы Вы можете позволить себе такую роскошь Которая вне времени вообще Это завязывать на резинку Вашу бандану или косынку И так ходить Очень освежает Летом, в принципе, я постоянно хожу Либо в кепке, либо в бандане Окей, современный хиппи выглядит именно так Бог видит, я хотела ушикарниться И надеть кружевное белье Мартина долго смеялась Говорила, да-да Наконец-то ты захотела это сделать Но нет, сюда не подошло Поэтому я нашла какой-то такой более нейтральный бюст Вот Возможно, сюда можно одеть майку-алкоголичку с низкой проймой Если у вас такая есть Сверху это может быть жилет Это может быть кардиган на пуговицах Вы можете экспериментировать Джинсы-клёш Это моя новая любовь Я их буквально только сейчас получила из ателье Вот, они сшиты из двух пар классического левайса А здесь внутри идет вранглер Но девчонки идеально подбирали по цвету Чтобы это смотрелось как будто бы штанина Собственно, смотрите за основу Широкие джинсы Майка-алкоголичка или какой-то нейтральный бюст И сверху что-то вязаное Это может быть свитер, кардиган, жилет, whatever Вязаный жилет это практически Весь супер классическая Но которая в этом году получила еще раз свою актуальность Она есть во всех брендах масс-маркета Вы просто можете искать именно свою посадку На мне овер Мне нравится, когда он так Неудивительно, конечно же Носить его можно также на рубашку На футболку, на майку В общем, надевайте так, в чем вы чувствуете себя комфортно И то, без чего я себя не представляю Это, конечно же, рубашки Рубашки это то, что я ношу из года в год Да, меняются варианты посадки Какие-то длиннее, какие-то короче Какие-то более объемные, более узкие Но в целом они всегда есть в моем гардеробе Сейчас, кстати, очень модно Если вы видели в инстаграм рубашки, которые сшиты из нескольких видов рубашек У них такая асимметрия Их можно носить, когда потеплеет Либо на пляж, как верхнюю одежду, как пончо Либо в городе под какие-то укороченные джинсы И под любые вот такого вот мужского типа лофера Это, кстати, девчонки мне прислали Это также украинский дизайнер, украинский производитель Не знаю, как их сказать Видите, это Томми Хайфилгер И они переделали из много-много Томми Хайфилгеров Сделали вот одну такую для меня большую Для двух Наташек Ресайкл бренд Так, кому неправильно я произнесла бренд Просто выпейте шампанского и посмотрите всю серию сначала Привет всем, вы на канале Будь Гоц Это наше уже лобное место Рубашки можно стилизовать Их не обязательно носить под брюки Они очень классно носятся под джинсы Под брюки Под кожаные брюки И даже под юбки, да Ну то есть вот такая вот шелковая юбка Как я показывала ранее Очень классно обыгрывается под какие-нибудь кеды Под канадогуз, под ванс И завязывается на поясе Несколько вариантов, как носить рубашку Я обязательно покажу Ну что же, я решила показать, как можно обыграть белую рубашку Можно ее одеть прям сверху на ту же майку, которая была у меня в предыдущем луке Можно в принципе надеть ее на голое тело или под белье Это slim fit, это зауженная мужская рубашка Мне очень нравится, как шьют У мужчин всегда почему-то классного размера воротники Они всегда жесткие Рубашки мужские вы можете найти в любом отделе мужских рубашек Только не поверите, я открыла этот секрет вам А где беру мужские рубашки? Вот, на мне классные ботинки ботека Ни разу еще в них не выходило Мне очень нравится, как они стоят у меня на полке Джинсы винтажные Levi's Алина, это опять твое произведение Мне кажется, тут больше половины всего от Алины Вот, и я выбрала вот эту вот Опять Мартина выбрала, я сказала да Вот эту вот косынку, классная косынка Луи Виттон Мне подарил ее отец моих детей Еще до того, как у нас появился вот тот вот старшенький Привет! Стесняется, переведи камеру Хорошо, я покажу, как ее можно обыграть Первый вариант, как я складываю Вот так, вот так, вот так, вот так Все Вот, фирма Это мой фирменный вариант, способ На моей инстаграм-странице вы можете увидеть, как я часто надеваю вместо Под любые джинсы, под белую футболку, кеды Вы всегда можете, такой шелк вместо пояса, он дает какой-то определенный стиль Это вариант номер один, прошу заметить Ну, пусть это будет опять Санитлоран И вот так вот в плечо Можно продеть Вот Можно другую Вот это вот тоже очень красивое Кто-то мне поможет Это вариант номер два Как можно еще обыграть косынку Я не знаю, кто-то носит вообще косынки сейчас Ну, кроме меня И в заключении я решила показать, как можно стилизовать костюм Это может быть какой-то брючный костюм Брючный костюм это вообще просто мастхэв Вы можете носить его ежедневно Просто меняя футболки Просто меняя рубашки, жилетки Вот все, что можно надеть под низ, можно стилизовать И меняет цвет кроссовок Совершенно Это может быть праздничный костюм белого цвета Это может быть, не знаю, какой-нибудь там голубой с отливом В общем, выбирайте ваш один идеальный костюм Один идеальный костюм должен быть в каждом гардеробе Хорошо, давайте я стилизую белый Класс! Я оставила черную базовую футболку Надела белый костюм Он может быть не обязательно белый Он может быть любого вашего цвета Серый, черный, в общем, красный, да Спартак подсказывает, что он может быть красный Я надела вансы Очень их люблю, но это также могут быть конверсы Большой разницы в этом случае нет Сначала я набросила на себя кашмировый свитер После этого я передумала и решила накинуть обычную черную толстовку Я вам скажу Это H&M Классная мужская черная толстовка базовая Ее можно вот так вот И, конечно же, кепка 47 Черная на черном Очень мне нравится, под все подходит В общем, и захватила сумочку Шанель Их классику Это может быть небольшой клатч Если вам нужен большой шоппер Сюда шоппер тоже очень классно подойдет Я была настолько увлечена переодеваниями, что просто забыла сказать, чтобы вы обязательно подписывались на мой канал Ставили лайк и писали в комментариях, какой лук вам понравился больше всего Какой вы хотите повторить или, возможно, что-то откликнулось и вы уже так одеваетесь Буду с удовольствием читать ваши комментарии Отвечать по возможности И мы встретимся с вами через неделю Целую, пока Субтитры сделал DimaTorzok